Ход строительства нового корпуса поликлиники номер один по улице Гагарина на особом контроле главы Риутова и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. С инспекцией они приезжают не первый раз. Сейчас готовность четырехэтажного здания оценивается в 40%. Работы ведутся в соответствии с теми сроками, которые установлены. Приобретается необходимое оборудование для того, чтобы уже после строительной части укомплектовать для лицензирования и ввода в эксплуатацию. На площадке трудится больше 50 строителей, а к сентябрю их будет уже 100. Сейчас завершено бетонирование плиты перекрытия четвертого этажа, идет кладка стен, проводят инженерные сети. Через две-три недели закончат монтаж вентиляции. Уже начат, если вы видите, первый ряд кирпича отделочного, это уже по утеплителю поверх будет укладывать фасадный слой. Первый этаж будет такой темный, а все три остальных этажа светлых тонов. Новый корпус соединили со старым зданием межэтажным переходом. Отремонтируют и саму поликлинику. Современный вид, который в будущей пристройке будет. И, конечно, уже надо будет думать о том, чтобы так же современно выглядела и старая часть здания. Корпус на Гагарина планируют создать в эксплуатацию уже к концу этого года. А к началу 2023-го в микрорайоне 10А запланировано открыть новый детский сад. Чтобы успеть в срок, взятый строителями темп, должен быть продолжен, отмечают во время выездного совещания Игорь Брынцалов и Станислав Катеров. Все должно быть выполнено к декабрю месяцу и уже долгожданный детский садик. И то, что здесь жители уже нуждаются в этом не первый год, будет выполнено к концу года. В детский сад смогут пойти 250 малышей. Планируется сформировать 12 групп, 4 из которых ясельные для детей от полутора лет. Но этим не ограничиться. Рядом с детским садом уже в скором времени приступят к строительству школы. Уже на май-июнь у нас будет объявлен конкурс на проектирование и строительно-монтажные работы по школе. Школа – это большой объект, масштабный, 1100 мест. Школу и детский сад жители микрорайонов 10 и 10А ждут с нетерпением. Сейчас дети посещают садики и школы в соседних районах.